Всем привет друзья! Соберите на этой стратегии мощную поддержку в виде лайка и комментария, чтобы мы оставались с вами всегда и выкладывали все больше материалов. Мы вернулись с бесплатной нашей авторской стратегией, которую никто никогда не видел. Все наши стратегии на канале уникальны. Мы не получаем денег с этого видео, мы не рекламируем никакие БК, никаких каперов, делаем видео исключительно для вас. Мы сейчас выкладываем стратегии вам просто так. Поэтому прошу поддержать канал всего лишь лайком и по возможности комментарием. Больше активности, больше желания записывать и проверять для вас новые стратегии и материалы. Спасибо за внимание! Погнали изучать новую стратегию! Стратегия на футбол Стратегия на футбол называется она «Дуракам везет». Почему такое название? Потому что найденная стратегия, простая, но проходимая, основана на теории вероятности. Посмотрим статистику на вчерашний день. Я уже отметил те матчи, которые бы нам подходили. И из 16 ставок зашло бы 14 и было бы всего 2 минуса. Но один минус вполне мог стать плюсом. Я вам позже объясню почему. Ставки исключительно на индивидуальный тотал домашней команды. Меньше 2, либо меньше 2,5. Ждать в лайве, либо добавлять в экспресс. Иногда даже можно поставить сразу одинаром, смотря какая команда. Давайте перейдем к стратегии. Сейчас найдем отмеченный матч мной, который вчера мы ставили. Вот первый матч Уиган-Уинбилден. Заходим на него. Открываем H2H. Открываем Уиган дома. И смотрим последние 2 очные встречи. Они должны завершиться, чтобы Уиган дома в последней игре забил 2, а в предпоследней 1. То есть, если считать с обратной стороны, то получается Уиган забил 1 и 2 гола. По теории вероятности, такой красивый счет, как 1-2 и следующий матч 3, маловероятен. По изученной нами статистике. То есть, здесь бы мы ставили на индивидуальный тотал Уигана меньше 2, либо 2,5. В данном случае, можно было бы подождать в лайве, когда Уиган забил на 21 минуте. И хороший кэф, я думаю, был на тотал меньше 2. И он бы, как виден, зашел. Давайте посмотрим следующую игру. Так, был матч в Аргентине. Открываем H2H. Химназия дома. И последние 2 очные встречи видим. В последней игре забил 2 гола дома. И в предпоследний 1. То есть, 1-2 с обратной стороны, если смотреть, счет 1-2. Химназия забила. И здесь бы зашла ставка тотал меньше 2,5. Либо у кого-то мог бы быть возврат, если ставка была на тотал меньше 2. Кому непонятно, можете пересмотреть видео позже. Ой, позже. Ну, точнее, заново. Давайте продолжим смотреть дальше. Вот здесь меня матч очень удивил. Здесь наша ставка зашла с мощным коэффициентом. Я сам ставил в первом тайме, когда Бавария забила на 18 минуте. Я брал даже с подстраховкой. Тотал меньше 3. Коэффициент был хороший. Открываем H2H. Бавария дома. И видим то же самое. В последней игре Бавария забил 2. Предпоследний 1. И видим то, что в итоге Бавария так и осталась с одним голом. Здесь ставка тоже зашла. Следующий матч. В Израиле был. Здесь ставка зашла. H2H дома. Видим с обратной стороны голы домашней команды. 1-2. И видим на следующий матч. То есть в этом матче 0 голов. Здесь, может быть, в экспресс можно было бы добавить этот прогноз. С индивидуальным тотал меньше 2. Собрать из трех матчей. Тут у нас 1-2 видим также. И после гола домашней команды можно было взять тотал меньше 2. Либо тотал меньше 2,5. В данном случае, думаю, коэффициент был бы хороший. Тотал меньше 2. Здесь ставка у нас зашла. Здесь у нас тоже зашла. В общем, думаю, вы поняли смысл. Давайте разберем матчи, в которых ставка не зашла из 16 ставок. Вот они все матчи. Вы можете их проверить с этой стратегией. Значит, у нас не зашла ставка в Хорватии. В Хорватии. Видим 1-2. И здесь Динамо за агры все-таки 3 забило. Почему здесь можно было не поймать минус? Потому что, видим, домашняя команда, явный фаворит с коэффициентом 1-14. Можно было ставить, как я ставил в матче Баварии, после забитого гола Динамо-Загреб на 16-й минуте. Взять тотал меньше 3, либо 3,5 меньше. Если бы на тотал меньше 3, индивидуальный, то был бы возврат. Но подстраховка спасла бы нас от минуса, если бы мы не ставили тотал меньше 2,5. То есть, если явный фаворит, то нужно ставить более сообразительно, не лупить на тотал меньше 2. Можно взять с подстраховкой меньше 3. Тем более, видим, домашняя команда в первом тайме провела 57 атак и опасных атак 51. То есть, за 45 минут у них каждая минута была опасной атакой. То есть, здесь можно было подстраховаться. Думаю, вы меня поняли. Кто не понял суть стратегии, можете пересмотреть это видео. Более понятно. Может вам станет... В общем, как-то так. Проверяйте стратегию. Можете не обязательно ставить деньги. Либо ставить там по 5 рублей, по 10. Либо проверить на бумажке. Надеюсь, вам эта стратегия понравилась. И жду от вас поддержки на этом видео. В виде лайка и любого комментария. Мы записываем видео для вас. Не для рекламы каких-то БК и каперов. Поэтому, чем больше людей мы видим в поддержке, тем больше у нас желание записывать новые видео. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...